Здравствуйте, вы перед субботним информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жибкаев и коротко о главном. В Карачаево-Черкесии усилены ограничительные меры в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической ситуации. В Черкесске на базе многофункционального центра по улице Космонавтов 102 открылся дополнительный пункт вакцинации. Обманным путем они заставляли граждан передать номера банковских карт, тем самым снимали все средства со счетов. Многие жители Карачаева-Черкесии попали под влияние аферистов. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. К жителям Карачаева-Черкесии обращается глава республики Рашид Тимрезов. Трагической страницей истории нашей страны стал период политических репрессий с 1917 по 1953 годы. События первой половины 20-го столетия унесли тысячи жизней россиян. Массовым репрессиям подверглись многие политические деятели, интеллигенция, крестьянское сословие и целые народы. Было покалечено немало судеб, в том числе и наших земляков, жителей Карачаева-Черкесии. Эти события в прошлом, но мы не вправе забывать историю, должны извлекать из нее уроки. Укрепление гражданского согласия, правильное воспитание молодого поколения помогут избежать повторений ошибок. Следуя закону и гуманистическим принципам, мы должны строить мирное будущее. По решению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, в регионе усилены ограничительные меры по профилактике COVID-19. В целях снижения темпа распространения новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической ситуации в республике, указом Рашида Тимрезова приостановлена деятельность Организации общественного питания в ночное время с 22 часов до 6 утра, со исключением торговли дистанционным способом обслуживания на вывоз. Положает действовать запретная деятельность ресторанов, залов торжеств по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и массовых мероприятий. До особого распоряжения приостанавливается проведение спортивных, зрелищных, досуговых и культурных мероприятий, деятельность детских игровых комнат, театров, концертных залов. А для посещения организации общественного питания, кинотеатров, торгово-возвлекательных комплексов или заселения в гостинице с 1 ноября потребуется сертификат о прививке, QR-код, либо медицинский документ о перенесенном заболевании. ПЦР-тест выдан не ранее, чем за 3 календарных дня до посещения соответствующего объекта. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, в том числе работников старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. В Черкесске на базе многофункционального центра по улице Космонавтов 102 открылся дополнительный пункт вакцинации. По словам медработников, это позволит горожанам не только получить необходимые государственные услуги, но и сразу привиться. В новом функции сегодня побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Из-за увеличения темпа вакцинации среди населения стало необходимым открытие дополнительного пункта, где каждый может привиться от новой коронавирусной инфекции, отмечают медработники. Как известно, многофункциональный центр приходит жителям, чтобы получить необходимую государственную услугу. Директор МФЦ по Черкесску Светлана Байчорова подчеркнула, что подобные центры дают возможность каждому желающему жителю республиканской столицы сделать прививку. Я думаю, что это правильное решение, потому что сюда люди приходят, и пенсионеры, и многодетные, и просто рабочие, люди работающие, которые прибегают, отпрашиваются на какие-то час-полтора, чтобы получить какую-то услугу. При этом все наши заявители знают, что сюда надо приходить с паспортом, со СНИЛСом, чтобы получить какую-то определенную услугу, государственную или муниципальную. Это уже удобно для того, чтобы сразу же пройти, практически человек может параллельно пройти вакцинацию, потому что он уже при себе имеет определенное количество документов, которые необходимы для вакцинации. Перед тем, как вакцинироваться, пациенту измеряют давление и узнают о том, есть ли какие-нибудь противопоказания. После чего можно смело прививаться. В этом дополнительном пункте доступны отечественные вакцины «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Спутник Лайт». Все желающие могут пройти вакцинацию в данном пункте. Можно одноразовой вакциной «Спутник Лайт», можно двукратно «Спутник Ви» и «Эпивак Корона» с интервалом 3 недели. Для этого необходимо иметь паспорт, СНИЛС и присутствие самого пациента. Не быть в контакте с инфекционными больными, не иметь контакта с другими пациентами инфекционными и на данный момент не быть больным. Кому необходима ревакцинация, также могут обратиться в этот дополнительный пункт по улице Космонавтов 102. В Министерстве здравоохранения Республики рассказали об иммунизации населения против коронавируса и сезонного гриппа. Минздрав России разрешил совмещать прививки от гриппа и от новой коронавирусной инфекции. Их иммуногенность не снижается и применение одновременно возможно. Учитывается показания и противопоказания перед выполнением прививки, пациента осматривает доктора. От одновременной иммунизации нет побочных реакций. В Министерстве здравоохранения призывают серьезно отнестись к своему здоровью и своих близких, носить маски, не посещать места повышенного скопления людей, а почувствовать легкое недомогание оставаться дома. По состоянию на 27 октября 2021 года общее количество заболевших составило 27 176 человек. Выздоровевших 23 681 человек. 1006 человек на сегодняшний день получают лечение во временных инфекционных госпиталях. И остальные получают лечение амбулаторно. Что касается вакцинации на сегодняшнюю дату, то 123 321 человек привит первым компонентом и завершили вакцинацию 104 704 человека. Значит, таким образом мы выполнили 45,8 от плана вакцинации. И далее о погоде на выходные. После мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» В России число преступлений, завершенных телефонными мошенниками, в разы увеличилось. В Карачаево-Черкесии многие жители попали под влияние аферистов. Обманным путем они заставляли граждан передать номера банковских карт, тем самым снимали все средства со счетов. О том, как работает мошенническая схема и какие психологические приемы применяются, расскажет в нашем сюжете. Телефонные мошенники умеют играть на эмоциях людей. Люди теряются, слыша, что им звонят представители банка или МВД. И этим пользуются аферисты, тем самым получая необходимые данные по банковскому счету жертвы. Заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии Эмир Балатов подчеркнул, что аферисты используют многоходовые комбинации, проводя психологическую обработку, и человек ведет себя будто под гипнозом. Так как у мошенника есть первоначальная информация о жертве, то есть фамилия, имя, отчество, банковский номер, карты, еще какая-либо персональная информация, которая попала к нему в руки, он начинает давить на это, говорит, что сейчас с вашего деньги осуществляется незаконное списание денежных средств, подтверждаете ли вы этот перевод. Естественно, жертва говорит, что нет, не подтверждаю, что нужно сделать, идет оборот потерпевшего. Который в дальнейшем заканчивается списанием всех денежных средств со всех банковских карт. Особенно подобные преступления увеличились в нашей республике в период пандемии. Если раньше попадали на уловки мошенников представители пожилого возраста, то сейчас многие становятся жертвами этих преступников, так как на связи аферисты могут выйти из тех же социальных сетей в интернете. Бывали, да, такие случаи, когда нашим жителям звонили с ведомств, таких как МВД и других госорганизаций на территории нашей республики с использованием подмены номера. То есть человеку, когда поступал звонок, он видел на экране телефона номер телефона, который в действительности является нашим допустим номером телефона. Что бы хотелось посоветовать в первую очередь? Во-первых, сотрудники банка не звонят своим клиентам и не рассказывают о каких-либо сомнительных операциях и так далее. Банк сам блокирует сомнительные операции без какого-либо звонка. Если же вдруг вам все-таки позвонил кто-либо, представился каким-нибудь там сотрудником банка, сотрудником правоохранительной системы и так далее, сбросьте звонок, перезвоните обратно, поговорите, вам все объясняют. Представители правоохранительных органов отмечают, что бывают случаи, когда помимо поимки телефонных мошенников ему удавалось вернуть те денежные средства, которые были похищены преступниками. Работники Головного розыска находят необходимые рычаги для поиска таких аферистов. У нас большой объем работы проводится для этого, естественно. Мы сотрудничаем очень тесно со следствием, с которым в дальнейшем обговариваем аресты имущества и так далее, чтобы в дальнейшем была компенсация денежных средств. Мы сталкивались с определенными трудностями, но на сегодняшний день нерешаемых проблем нет, связанных с нашей деятельностью. В любом случае мы устанавливаем лица, совершивших преступлений, привлекаемых к уголовной ответственности. Люди должны быть более внимательны и не передавать никакие свои данные посторонним лицам, чтобы не стать жертвами телефонного мошенничества. Алихан Лепшоков, Расул Бердеев, Ольга Савенко, Вести Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия подвели итоги конкурса «Народный участковый-21». Жители республики выбирали из семи кандидатов полицейского, достойного представлять Карачаево-Черкесию на всероссийском этапе конкурса. Победителем стал старший участковый полномоченный полиции муниципального отдела МВД России Карачаевский капитан полиции Энвер Батчаев. Финальный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября на федеральном уровне. Голосовать за лучших участковых полномоченных полиции можно будет на портале информационного партнера конкурса издательского дома «Комсомольская правда». МВД Карачаева-Черкесии обращается к жителям поддержать нашего земляка Энвера Батчаева в финале. На этом субботний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 4 ноября в День народного единства ВГТРК представляет Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!» Летопись великой страны, мозаика религий и культур, имена выдающихся соотечественников, сплочение народов. В ознаменовании грандиозных событий общей истории праздничный телемарафон продлится 16 часов 12 минут и будет доступен на всероссийской мультимедийной платформе смотрим.ру, окружных телеканалах холдинга и всех электронных ресурсах региональных филиалов ВГТРК.